Благослови, Душа моя Господа, благослови неси Господи. Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Сегодня во вторник за богослужением читаются три евангельских зачала. Одно посвящено памяти апостола Иакова, брата Господня по плоти. Это Евангелие от Матфея, глава 13, стихи с 54 по 58 и два чтения от евангелиста Луки. Первая за понедельник, глава 10, стихи с 22 по 24 и рядовое чтение. Это первые 10 стихов 11 главы. Послушаем. Это евангельское зачало в прочтении Отца Александра. Во время он обысь вник добыти Иисусу на месте некоем молящуся, и яко пристаричи некий от ученики го к нему, Господи научины молитесь, яко же и Иоанну, чьи ученики своя, рече же им, егда молитесь, оглаголите, Отче наш иже на небесе, да святится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный подавай нам на всяк день, и остави нам грехи наше, ибо и сами оставляем всякому должнику нашему, и не веди нас в искушение, но избави нас от лукавого. И рече к ним, кто от вас им от друга, и идет к нему в полунощи, и речет ему, Друже, дашь мне взаим три хлебы, пони же, друг, приди с пути ко мне, и не имам часо предложите ему. И то, извнутрь, отвещав речет, Нетвори мне труды, Уже двери затворены суть, И дети мои, а со мною наложи суть, И не могу восстав дати тебе, Глаголю же вам, Аще не даст ему восстав, За не друг ему есть, Но за безотчество его Восстав даст ему и лико требует. И аз вам, глаголю, Просите и дастся вам, Ищите и обрящите, Толците и отверзется вам, Сягбо просяй приемлет, Ища и обретает, И толкущему отверзется. Предлагаю прочитать этот текст в русском синодальном переводе. Случилось, что когда он в одном месте молился И перестал, Один из учеников его сказал ему, Господи, научи нас молиться, Как и Иоанн научил учеников своих. Он сказал им, Когда молитесь, говорите, Отче наш, сущий на небесах, Да светится имя Твое, Да приидет царствие Твое, Да будет воля Твоя и на земле, Как на небе. Хлеб наш насущный, Подавай нам на каждый день, И прости нам грехи наши, Ибо и мы прощаем Всякому должнику нашему. И не введи нас в искушение, Но избавь нас от лукавого. И сказал им, Положим, что кто-нибудь из вас, Имея друга, Придет к нему в полночь И скажет ему, Друг, дай мне взаймы три хлеба, Ибо друг мой из дороги зашел ко мне, И мне нечего предложить ему. А тот изнутри скажет ему в ответ, Не беспокой меня, Двери уже заперты, И дети мои со мною на постели. Не могу встать и дать тебе. Если, говорю вам, Он не встанет и не даст ему По дружбе с ним, То по неотступности его, Встав, даст ему сколько просит. И я скажу вам, Просите, и дано будет вам, Ищите, и найдете, Стучите, и отворят вам. Ибо всякий просящий получает, И ищущий находит, И стучащему отворят. В Господней молитве, Которую мы слышим в сегодняшнем чтении, Дорогие братья и сестры, Содержится сама суть Евангелия. Разберем каждую строчку этой молитвы подробно. Произнося слова «Отче наш», То есть, называя Бога нашим Отцом, Мы осознаем себя Его детьми, А также братьями и сестрами По отношению друг к другу. И, следовательно, молимся не только за себя И от себя, Но и от всего человечества. Говоря, Сущий на небесах, Мы отрешаемся от всего земного И возносимся умом и сердцем В мир горний. Слова «Да светится имя Твое» Означают «Да будет имя Твое свято для всех людей!» Да прославляют все люди И словами, и делами своими Имя Божие! Словами «Да приидет Царствие Твое» Мы молим о том, чтобы Господь Воцарился в душах всех людей И после этой временной земной жизни Сподобил нас вечной жизни И блаженной в общении с Ним. «Да будет воля Твоя и на земле, Как на небе!» То есть, пусть все совершается По всеблагой и премудрой воле Божией. А мы, люди, так же охотно Исполняем волю Божию на земле, Как исполняют ее ангелы на небе. Словами «Хлеб наш насущный Подавай нам на каждый день» Мы говорим о том, Что нуждаемся только в насущном, То есть, ежедневном, необходимом Для поддержания нашего существования. А значит, живем постоянным убыванием на Бога. Слова «И прости нам грехи наши, Ибо и мы прощаем всякому должнику нашему, С особой силой внушают нам необходимость Прощать нашим ближним все обиды, Поскольку, не прощая другим, Мы сами не смеем просить Бога О прощении наших долгов перед ним». И, произнося слова «И не введи нас в искушение», Мы просим Бога оградить нас от падения, Если испытание наших нравственных сил Неизбежно и необходимо. Говоря же «Но избавь нас от лукавого», Просим оградить от всякого зла И от виновника его, дьявола. Молитва оканчивается словом «Аминь», Означающим «Так действительно» Или «Истинно», или «Да будет». И является выражением уверенности В исполнении просимого, Так как все в этом мире принадлежит Богу. Вечное царство, бесконечное могущество и слава. Побуждая иметь твердую веру, Спаситель рассказывает притчу о настойчивом друге. Свидетель Василий Великий замечает, Что Господь берет пример с человека, Обращающегося к человеку, Чтобы научился ты никогда не терять надежды, Чтобы, когда будешь просить и не получишь, Не переставал просить, пока не получишь, Если только, как сказано прежде, Просишь того, что Богу угодно, И чтобы не говорил, Я грешник, потому и не услышан. Наконец, хотя пройдет месяц или год, И трехлетие, и большее число лет, Пока не получишь, не отступай, Но проси с верою и непрестанно делая добро. Если настойчивость понуждают упрямого И нежелающего что-либо делать человека, Дать просящему все необходимое, То тем более Господь наш Иисус Христос, Будучи бесконечно милостив к нам, По любви своей и беспредельному милосердию своему, Услышит нашу молитву. И я скажу вам, просите, и дано будет вам, Ищите, и найдете, стучите, и отворят вам. Ибо всякий просящий получает, И ищущий находит, и стучащему отворят. Блаженный Иероним указывает, Если просящему дается, И если ищущий находит, а толкающему открывают, То, следовательно, тот, которому не дается, Который не находит, которому не открывают, Является просившим, искавшим и толкавшим Не так, как должно. Итак, будем толкать в дверь Христову, Чтобы, когда мы войдем, Нам открылись скрытые в тайне сокровища во Христе Иисусе, В котором всякое познание. Таков образ всякой истинной молитвы, Предстояния со страхом, трепетом, Любовью и мужеством перед нашим Спасителем. И спросим же, дорогие братья и сестры, Милости у Господа нашего Иисуса Христа, Поверяя Ему сокровенные прошения нашего сердца И преподая к величествию Его Со смирением и глубокой верой в отеческую благодать. Помогай нам в этом, Господь! Благослови, Душа моя Господа, Благослови, Господи! Благослови, Господь! Благослови, Господь! Благослови, Господь! Продолжение следует...